...в Гифт оф Легаси, благотворительную деятельность, основанную на членстве, создающую изобилие. Ты здесь по личному приглашению, чтобы принять участие в самой захватывающей в мире акции по раздаче подарков. Подарок-наследие — это дарение подарков с невероятным алгоритмом, встроенным так, чтобы каждый мог кататься на досках изобилия. Ты готова узнать больше о хорошо хранимых секретах, которые уже изменили жизни миллионов? Если ты готова изменить свою собственную жизнь, а также жизнь других людей, мы готовы начать. Так что же такое дар-наследие? Дар-наследие — это глобальная благотворительная деятельность, вдохновленная древней священной экономикой, которая веками благословляла миллионы людей по всему миру. Это одноранговый, децентрализованный и вечный. Ты начинаешь с того, что даешь безусловные 100 долларов кому-то в сообществе, и это будет единственный раз, когда ты возьмешь деньги из своего кармана. Дарение подарков — это всегда равный равному. Ты делаешь подарки непосредственно другим членам сообщества, без посредника или третьей стороны. Ты пройдешь через четыре доски, начиная с бронзовой доски, где ты войдешь с подарком 100 долларов и выйдешь с 800 долларами. Затем ты отправляешься на серебряную доску за 400 долларов, откуда выходишь с 3200 долларами. Золотая доска за 1600 долларов, с которой ты выходишь с 12800 долларами. И, наконец, платиновая доска за 5000 долларов, где ты выходишь с 40000 долларами. Это повторяется снова и снова в системе Gift of Legacy P-Petual. Давай посмотрим на бронзовую доску. Как ты видишь, доска разделена на два полушария. Левая полушария и правая. В центре ты найдешь легенду о доске. Рядом с легендой, слева ты найдешь первого гида, а справа – второго гида. Тогда ты найдешь двух строителей в левом полушарии и двух строителей в правом. И, наконец, в крайнем левом углу – четыре дарителя. А в крайнем правом – остальные четыре дарителя. Ты войдешь в доску в качестве подарка ей. Цель дарителя – подарить безусловные 100 легенде доски. Все 8 дюймоварители сделают это. И легенды доски получат подарки в размере 800 долларов. Это завершит доску и разделит левое и правое полушария. Начинаю две новые доски. Два гида теперь легенды на своих собственных досках. Строители становятся проводниками. А четыре одаренных становятся строителями. На новой доске ты теперь в положении строителя. Цель строителя – пригласить двух новых одаренных на доску. Когда все четыре строителя пригласили восемь новых дарителей, они отдают свои безусловные 100 долларов легенде доски. И снова два полушария разделяются, и начинаются две новые доски. Как и раньше, гиды теперь стали легендами своих собственных досок. Строители, включая тебя, теперь являются гидами, а дарители – строителями. Посмотри, как все позиции продолжают двигаться к позиции легенды. Строители теперь пригласят по два новых дарителя. И новые дарители подарят в общей сложности 800 долларов легенде доски. Твоя цель, как гида, – просто поддержать своих строителей и помочь им с их приглашениями. Опять же, левое и правое полушария разделяются на две новые доски, после того, как восемь дюймоварители отправили свои безусловные подарки, и все позиции продвинулись вперед. Это значит, что теперь ты перешла на позицию легенды. Это также означает, что настанет твоя очередь получать подарки. Твои строители теперь находятся в положении гида, а их дарители теперь строители. Они пригласят на доску по два новых дарителя, отправив тебе по 100 долларов каждому, или в общей сложности 800 долларов, чтобы доска могла завершить и разделить два полушария, чтобы снова запустить две новые доски. Ты подарила 100 долларов и получила 800 долларов на данный момент. Неплохое начало. Это значит, что ты завершила свой первый цикл. Так что же будет дальше? Теперь тебе нужно выполнить два шага. Шаг первый. Возьми 100 долларов из 800 лоровых подарков, которые ты получила, и войди в другую бронзовую доску в системе «Бронз Попочел». Ты будешь получать еще 800 долларов за каждый цикл. И это повторяется снова и снова. Шаг второй. Возьми 400 долларов из своих подарков за 800 долларов, и зайди на серебряную доску, где ты получишь подарки на 3200 долларов. У тебя все еще есть 300 долларов в кармане, и ты уже на пути к тому, чтобы прокатиться по всем доскам изобилия. Отсюда ты перейдешь с серебряной доски за 400 долларов на одну золотую доску за 600 долларов, где ты получишь подарки на 12800 долларов, на платиновую доску за 5000 долларов, где ты получишь подарки на 40 тысяч долларов. Все бессрочно, и все из-за этого первого безусловного подарка в 100 долларов. Серебряные золотые и платиновые доски работают так же, как бронзовые, и только стоимость подарка увеличивается со 100 долларов на бронзе до 400 долларов на серебре, чем на 600 долларов на золоте и 5000 долларов на платине. Это означает, что когда ты завершишь свой полный первый цикл, у тебя в кармане будет 42 700 долларов подарков, а полный цикл на вечном будет означать 49 700 долларов в твоем кармане снова и снова. Так что же делает Gift of Legacy уникальным? Он создан так, чтобы быть удобным для пользователя и простым в использовании. Рекомендации простые созданы таким образом, что когда ты будешь следовать им, ты добьешься успеха. У него есть отказоустойчивая система, обеспечивающая честную игру и поддерживающая движение досок. Алгоритм GL поддержит маленького парня, одновременно вознаграждая создателя команды, и никто не останется позади. Пул позволяет участникам проводить перекрестное опыление со всем сообществом GL. А бот поддержки поможет вам со всеми вопросами, которые у вас могут возникнуть, а также позволяет участникам сообщать о неправомерных действиях. В Gift of Legacy также есть система ускоренного отслеживания. Быстрое отслеживание – отличная функция, которая позволяет тебе разблокировать свой следующий уровень, как только ты достигнешь позиции гида на своем 1М-цикле. Быстрое отслеживание также доступно для каждой позиции клона. Это позволит тебе быстрее проходить уровни. Также помни, что ни одна позиция не остается наверху. У всех одинаковые шансы на успех. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обязательно присоединяйся к нашим презентациям Zoom. Пожалуйста, обратите внимание, что этот обзор не следует воспринимать как финансовый совет и предназначен только для информационных целей. Спасибо, что посмотрела.